Таврическая лестница Она необработанная, она выступает, она специально сделана так, необработанная, чтобы заглубляясь в землю, в грунт, который под лестницей, чтобы она скреплялась с этим грунтом. Но теперь они уложили бетон, конечно он ровный, поэтому теперь эти ступени не укладываются. Поэтому им приходится их работать, обрабатывать, обрезать ненужные в их понимании части. Самая длинная лестница города – уникальный памятник, который входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Первый спуск к улице Большой Морской был построен в середине прошлого века по проектам лучших архитекторов Советского Союза. Реставрировать лестницу обещали с особой осторожностью, а с охранной ступеней поставили на контроль. Ступеньки номеруются, ступеньки выполняются. Если мы помним, такая же технология мы применяли на штыке и парусе. То есть они демонтируются, очищаются, поврежденные элементы восстанавливаются тем же самым камнем. Те участки, которые излечены, они номеруются. Номерация потом также укладывается по номерации ступенька к ступеньке, как они были исторически сложены. Просто они реставрируются. Могу гарантировать, что исторический облик этой лестницы будет сохранен. 70 лет назад лестничные марши были сделаны на века и до реставрации находились в хорошем состоянии. Поэтому эксперты с самого начала критически отнеслись к решению снять ступени. А севастопольцы переживали за их сохранность. Как оказалось, не зря. Были проблемы с балясинами, с перилами в некоторых местах, с тумбами. Вот эти вот варварские реставрации, которые проведены некоторыми товарищами, которые шарлатанами оказались в реставрации. Вот эта варварская реставрация должна быть исправлена. То, что они из ракушечника выложили эти крышки парапетов, которые поломали. Но почему-то этим тоже занялись. Но работы расползлись в больших объемах, я так думаю, чтобы увеличить финансирование этих работ. Чтобы как можно больше освоить средства. Специалисты сомневаются, что после такого преображения диабазовых ступеней Таврическая лестница будет представлять прежнюю ценность. Теперь нужно ставить вообще вопрос о нахождении этого памятника в списке объектов культурного наследия. Потому что это уже, во-первых, не реставрация. И это теперь не будет памятник 70-летней постройки. Это будет новый. Да, может быть, его сделают красиво, новенько как-то. Но это уже не памятник. Напомним, подрядчик ООСЕФ «Проектмонтаж» приступил к реставрации Таврической лестницы в марте этого года. В июне со спуска сняли ступени. Согласно проекту, сделали это для восстановления фундамента и прокладки инженерных сетей. Завершить работы планируют до начала следующего года.